всем привет сегодня мы с моим другом чемоданом хотим рассказать вам о том что вам стоит купить и что вам придется купить в общежитии когда вы туда уже совсем скоро приедете и переедете в другой город и я думаю что вам будет очень полезно и очень интересно потому что список у меня не маленький при том что в этом списке вещи которые вам нужно будет купить то есть я эти вещи покупала конечно что то из этого можете привести с собой но большинство из этого в основном все вам будет во-первых удобнее купить там чтобы не вести это с собой а во-вторых это будет единственным вариантом я решила поделить свой список на три части быть кухней комната и начнем мы с быта здесь вам понадобятся бытовые средства для посуды для сантехники и для полов и да вам придется мыть унитаз пожалуйста готовьтесь к этому губки тряпки швабру веник тазик ведро половое и для мусора но у нас на одно мусорные пакеты также я думаю что вам пригодится подставка для обуви и кому-то еще пригодится ёршик у нас его не было крючки или полочки в ванну крючки чтобы вешать полотенца полочки чтобы что-то ставить на эти полочки их также может не быть удлинитель а может даже несколько это очень важная вещь сколько я слышала от людей мне кажется ни в каком общежитии нет идеально большого количества розеток даже у нас в новых комнатах все равно их недостаточно и нам нужны удлинители и сушилка для белья кухня но это не то что вы будете хранить на кухне это просто я называю так зону в который вы будете готовить и здесь будут предметы которые связаны с готовкой с едой и с кухней здесь вам понадобится посуда конечно же тарелка плоская тарелка глубокая еще желательно средняя какая-нибудь тарелочка пару кружек потому что если вдруг вам станет лень мыть одну из них то у вас всегда будет чистая вторая но если вы испачкайте вторую то помыть все равно придется пару ложек и вилок вдруг вам придут гости и вы захотите их чем-то накормить а также лопатку поварешку нож овощечистку открывашку но не забудьте что что-то из этого списка может быть ваших соседей и поэтому я не советую вам это привозить с собой а советую уже на месте если этого все-таки не окажется то уже пойти и купить разделочную доску одну хорошую сковородку вот тут вот правда купите себе хорошую сковородку потому что я почему-то решил купить себе дешевую меня испугали дорогие цены меня испугало то что сковородки около тысячи рублей стоят и больше я решил купить себе лентовскую за 150 рублей наверное и она оказалась очень плохой потому что у нее начал сходить вот этот вот слой антипригарный и это очень вредно для здоровья так что не экономьте все равно вот мне сейчас придется покупать новую сковородку и я еще потрачу на нее деньги а лучше сразу купить одну подороже и она будет служить долго и подойдет в принципе для всего главное подобрать такого размера чтобы вы в ней могли и блины пожарить и там приготовить что-то такое объемное то есть на это нужно обратить внимание и нужно выбрать хорошую сковородку не пожалеть один раз 700 рублей зато она вам долго прослужит кастрюлю купите тоже всегда нужна и тут мне кажется нет каких-то особых предпочтений просто кастрюля противень среднего размера тоже полезная вещь и для пиццы может вам подойти купите универсальный вот среднего размера он подойдет и для пиццы и для того чтобы что-то там потушить и курицу приготовить с картошкой тоже для всего универсально несколько контейнеров для хранения еды в холодильнике оказывается это тоже очень нужная вещь дома я никогда не хранила ничего в контейнерах но в общежитии я поняла насколько это удобно особенно когда холодильник небольшой ты не будешь ставить целую сковородку и разогревать неудобно сразу все если приготовил себе на несколько дней и поставил сковородку в холодильник то тебе постоянно нужно это разогревать это плохо для еды и неудобно а так ты все перекладываешь контейнер и потом из него достаешь им настолько сколько тебе нужно так что контейнеры здесь вещь полезная особенно бывают наборы где контейнеры разных размеров это вот кстати очень удобный набор и купите себе просто один такой набор и больше не берите контейнеров вам хватит я очень советую купить вам мультиварку я не покупала ее несколько месяцев я считала что она мне не нужна потому что мне нравится готовить и так и на плите на кухне у меня еще и кухня была рядом с комнатой так что я прям сопротивлялась всеми руками и ногами мне предлагали ее купить я не хотела но когда жизнь заставила меня жизнь оставила меня без кухни я купила себе мультиварку кстати выбор был не такой уж легкий возможно даже видео когда-нибудь сниму о том как я ее выбирала но самое то главное это то что она очень удобная в ней нереально удобно готовить поверьте мне пожалуйста я не верила я думаю что обойдусь без нее и так и так умею готовить в принципе не сложно недолго но с ней намного еще удобнее даже если у вас есть кухня рядом ты иногда можешь что-то приготовить на кухне я не говорю что я теперь все готовлю в мультиварке по моему это не так на самом деле я уже не помню но практически все то есть это все равно удобно даже если кухня есть все равно когда-нибудь удобнее тебе просто вот рядом здесь краешку рядом со столом она у тебя стоит туда что-то быстренько закинул и она сама там варит а ты занимаешься своими делами тебе некогда например ходить на кухню каждый раз следить за этим у меня столько раз убегало что-то на кухне о это тоже истории очень много про кухню там тоже очень много всего случается с вашими принадлежностями для готовки и с вашей едой у нас очень часто у кого-то что-то сгорает а мультиварка все эти вопросы решает в меня у подруги как-то сгорела там лопатка вроде бы прям сгорела так что мультиварка безопаснее чайник электрический здесь также скорее всего вы купите его может быть пополам соседками может тоже как-то поделите свои покупки но он вам понадобится или кто-то привезет микроволновку это конечно совсем такая можно сказать роскошь у нас нет микроволновки но людям у которых она есть очень хорошо живется я прям представляю и иногда у меня бывают такие моменты когда я думаю вот вы сейчас микроволновочку мне хотя у меня даже дома нет микроволновки а в общежитии я прямо иногда они мечтают что-нибудь такое быстренькое там приготовить или согреть вот согреть просто прекрасно что-то в микроволновке так что если вам позволяет бюджет если у вас есть место и желание то конечно же покупайте микроволновку и холодильник я думаю в большинстве случаев вам придется купить холодильник возможно конечно вы попадете в комнату где уже живет кто-то с холодильником но если вы заселяетесь в новую комнату с первокурсниками и там 90 случаев мне кажется не будет холодильника откуда он возьмется там так что вам придется купить холодильник скорее всего это будет бы у холодильник ну может быть вы найдете какой-то новый дешевый и хороший не знаю но мы покупали бы у и у нас в основном все покупали бы у главное чтобы вам там тараканы не попались вместе с ним нам вот один раз попались но тут как говорится не попробуешь не узнаешь кстати не сказала еще по быту вам понадобится стиральная машина возможно мы покупали ее мы покупали ее складывались двумя комнатами пять человек нет даже больше пяти человек на складывалось а потом у нас открыли прачечную и в принципе уже сейчас не нужна машинка еще она у нас сломалась и из-за того что открыли прачечную мы ее даже не чиним но надо бы все равно потратили деньги и мы ее тоже покупали уже бэушную в том же магазине в котором холодильник все студенты в основном покупают бу технику потому что зачем покупать новую в общежитии на этом кухня подходит концу и мы переходим комнате начнем с уюта и декора здесь самые популярные и одни из покупаемых вещей это свечи гирлянды пробковая доска может вам понадобится чтобы на нее что-нибудь прикреплять какие-то заметки или что-нибудь такое у меня есть пробковая доска рамки для фото подушки для декора мне вот очень важны подушки для декора ой сейчас опять скажу что я все про себя контейнеры или коробки или подставки для хранения это вам тоже понадобится не только контейнеры в холодильник но еще и для хранения какие-то побольше какие-то для ручек подставки для мелочей для каких-нибудь предметов даже для специй еще шкаф поставить ну чтобы в общем-то организовать свое хранение чтобы все аккуратно красиво выглядело и не разбросано возможно еще цветочек какой-нибудь себе купите чтобы у вас стоял друг и вы его поливали и еще для уюта можно купить коврик себе я вот кстати подумываю его купить уже год на самом деле подумываю также вам понадобится настольная лампа еще возможно вы купите себе подставку под ноутбук у меня ее нет но я недавно ее где-то заметил и поняла что она мне необходима потому что так экран получается выше и у вас голова не смотрит вот так вот вниз смотрит ну примерно на уровне ваших глаз становится экран и это намного полезнее для здоровья и печатать удобнее так я дома себе даже книги подкладывала чтобы ноутбук был выше так что подумайте об этом вешалки в шкаф возможно вы их с собой привезете возможно не привезете и купите но в любом случае они вам понадобятся плед на кровать постельное белье тоже я бы не стала это вести потому что это занимает много места в чемодане и это тяжело зачем если можно купить себе новое свеженькое приятненькое белье возможно вам понадобится подушка одеяло и в каких-то случаях даже матрас некоторые у нас ребята покупали матрасы некоторые покупали подушки и одеяло я купила только подушку потому что они прямо у нас были какие-то совсем страшные я купила только подушку сплю под одеялом который нам дали и на матрасе который нам дали тоже меня вполне устраивают и вообще у нас в общежитии даже постельное белье дают но там нет пододеяльника там дают две простыни утюг кто-то вот им правда ни разу за полгода не воспользовался но я думаю что вы прилежнее меня и вам он понадобится как жить без утюгата принтер я вам очень советую купить принтер потому что мне кажется вот сейчас вообще в нашем мире постоянно нужно что-то печатать и когда я сейчас нахожусь в перми а мой принтер в общежитии мне прям сложно там нужно было печатать какие-нибудь лабораторные какие-нибудь документы принтер вообще очень нужная вещь и мне кажется стоит не так уж и дорого если думаете взять например с собой как-нибудь каким-нибудь образом его может быть вам отправят родители то не пожалеете если возьмете так что я бы вам посоветовала или купить и взять принтер и последнее что я могу вам посоветовать это беспроводные наушники да это вещь которую стоит купить в общагу по крайней мере для того чтобы не мешать вашему соседу вы все равно но мне кажется вы не будете слушать что-то без наушников при соседе потому что это ему мешает это его отвлекает нарушает его личное пространство по крайней мере и в проводных наушниках неудобно ходить куда-то то есть они прикреплены у вас к ноутбуку и все и вы не можете встать так что здесь правда были бы удобны очень беспроводные наушники о которых я мечтала всю жизнь в общаге но так и недомечталась еще одна самая-самая необязательная вещь такой маленький бонус то чем я могу с вами поделиться то что я хочу приобрести себе это мини проектор который работает как обычный проектор тоже вот он проектирует что-либо на стену и вы сможете смотреть видео и фильмы на огромной стене и это выглядит очень здорово почему-то именно в общаге мне очень хочется иметь такой проектор к нему вроде бы из телефона можно подключаться из ноутбука он совсем маленький можно даже на алиэкспрессе заказать и мне прям очень хочется смотреть фильмы на стене так что я бы купила себе такой проектор и может быть кто-нибудь из вас тоже бы захочет и в кого-нибудь эта идея понравится ну в общем то и все это был весь мой список таких очень важных вещей того что я покупала это был просто прекрасный период моей жизни мне очень нравилось ходить по магазинам выбирать все это декор не декор средства моющие всякие это все равно очень интересно и я думаю что вам тоже будет очень интересно и надеюсь что вам было полезно это видео что оно вам пригодится в дальнейшем и для того чтобы она вам было еще полезнее для тех досмотрел до конца я составила чек-лист в котором я написала все что я сказала сейчас чтобы вы его могли скачать возможно распечатать и когда ходите по магазину отмечать вещи предметы и вам было бы удобно так что спасибо что досмотрели до конца и можете скачать этот чек-лист по ссылке в описании надеюсь что я ничего не забыла если вдруг что-то забыла студенты которые тоже живут в общежитии можете меня поправить точнее дополнить написать чтобы вы еще обязательно купили и покупали в общежитии нам всем будет это полезно и еще раз большое спасибо за просмотр до скорых встреч не забывайте писать комментарии ставить лайки подписываться на канал и и всем пока пока